welcome 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 дорогие друзья с вами у меня ждет очередное видео посвящено не лиги легенд а именно кино виви а netflix серия аркейн продолжает нас удивлять вышел 2 окну это не совсем удивление они было известно что выпустил сразу три серии на этих выходных а на следующих выходных еще три серии я уже ну сижу и жду когда же эти новые три серии выйдут потому что то что показали в этом втором акте но это наверное лучший акт среди всего сериала то есть у нас был первый сезон где первые три серии вот на на по накалу равносильно вот тому что сейчас произошло столько всяких событий здесь разом произошло и причем так постепенненько это все подводилось к тому что произойдет в 6 серии я постараюсь минимально сплэрить 5 6 серию в этом конкретно обзоре потому что это 4 серия я не собираюсь сейчас рассказывать про то что там будет впереди мы 4 серия сейчас отдельно обсудим потом отдельно обсудим пятую серию потом отдельно шестую как обычно я это буду делать по кадрова потому что я не могу вам показывать видеоряды какие-то мелкие видеоряды я могу показать но в основном это здесь запрещено на ютубе сразу может прилететь страйк а поэтому не судите меня строго что и так не очень качественно это делаю постарался изучить побольше что же тут интересного нам на показывали четвертом эпизоде напомню на чем закончился третий эпизод на том что у нас пропали где-то всех стеки три ключевых героя эко хеймер дингер и джейс у нас иисусом стал ну иисусом образно говоря да стал виктор и конфликт джинкс вай разрешился тем что джинкс сделала взрыв вай потеряла свою любовь кейтлин и вот мыльная опера продолжается начинается все с закадрового музыки очень классной музыки которая песня была написана специально понятное дело под аркейн песня идет про цвет синий намекая что все вокруг синяя и везде все синяя а я не могу вам его музыку то как говорится стоит но парах кадровки скажу честно здесь ничего интересного нам не показали кроме только того что все черно-белые герои это как бы намек на за он что они все черно-белые для пилтовера они все начинают себя окрашивать в синий цвет в качестве символизма символизма того что они че гевары джинкс устроила войну против пилтовера и весь за он он как раз и на ее стороне они специально перекрашиваться в синий цвет можно предположить что же у нас за кадром происходило за кадром скорее всего происходила тема такая на сеансы теперь уже работая получается на пилтовер пилтовер дал им добро спустился в за он и начал допрашивать абсолютно всех на маргиналов абсолютно всех блогеров стримеров и конечно же обычных людей по поводу того где джинкс а в качестве вопроса главного задавали где синеволосая и поэтому все начали специально перекрашиваться в синий цвет показывая что мы есть джинкс я есть ниган как говорится но правда ниган реально харизмы своей брала с джинкс вы чуть-чуть увидите впереди что произошло вот нам тут показывают кадры где руки подняты бомж какой-то лежит к нему пилтоверский солдат подходит показывает джинкс не видел ты ее ну и понятное дело что никто не отвечает что он ее видел а из-за этого кейтлин начинает рефлексировать потому что она рассчитывал что все гораздо быстрее закончится что они просто спустятся в за он найдут джинкс и все и финит или комедии они победили хотя я честно не совсем понимаю почему она вот на этой табличке все привела к джинкс то есть как будто джинкс главное там хим баронесса хотя хим баронов как раз таки кейтлин всех уничтожила еще в предыдущем эпизоде нам про это показывали что последний хим барон тоже кстати такой раскадровки девушка с этими четырьмя болтами в голове она была уничтожена кейтлин жаль нам не показали это реальное сражение потому что мне было интересно посмотреть но мы кстати эти реальные сражения могли видеть я вам забыл это показать может прям сейчас показать блин то это на запись перца обрывайте заходить на youtube есть ролик где кейтлин свай нападает на хим баронов и побеждает хим барона очень похожего на ургота есть такой вот ролик на ю тубе от riot games это был посвящен по моему песне новой которую они выпускали то ли пентакил то ли что-то в этом роде можете посмотреть в интернете ох как красиво плюсик вот этот синий здесь лег ну и вот этот кадр я хотел вам показать нам показывают baby jinx как мы ее называем либо иша впервые мое имя узнаем вот здесь в этом эпизоде так вот нам показывают ишу которая как раз таки является тем человеком которая все это рисует она оказывается проявляла весь этот символизм она по сути начала везде рисовать синий цвет везде рисовать надпись jinx и так далее такой вот маленький провокатор ну а все люди на это повелись и начали это делать после этого мы выходим в еще один трейлер то есть у нас получается сначала было опенинг теперь 2 опенинг но уже посвященный всему аркин сериалу и после этого мы попадаем самый странный кадр опять же очень схожий с кадром в третьем эпизоде предыдущий вот который мы смотрели с вами где сказал что кадр совершенно не нужен и непонятно зачем его добавили сейчас будет немножко теории это не спойлер ребят эта теория теория идет именно из третьего сезона ойзинте из 2 эпизода помощь 2 да это было 2 сезона 2 эпизода теория заключается вот в чем давайте сначала покажу что нам показали да то что-то как-то я ушел китлин рефлексирует по-прежнему не может даже спать по ночам и ей кто-то говорит женским голосом давай ложись спать город никуда не денется и бах оказывается это та самая рыжуля который в первом эпизоде этого сезона сначала кадрилась к вай говорила что она считает ее своим кумиром бла-бла-бла да я вообще дайте ваш фотограф помните да эту шутку я ваш кумир дайте ваш фотограф а потом она присоединилась к армии как раз ки кейтлин и у меня была интересная теория теория заключалась в том что она на самом деле подставной агент на к сеансов возможно она не прям как агент-агент на к сеансов но наемник который работал на на к сеансов и амбэси нужен был такой персонаж который бы следил за тем чтобы кейтлин его и не чудили без нее просто вот шпион ну а здесь она начала спать уже скейкин и мы такие ну ладачу девочки броняться только тешится нормально вполне то есть никаких претензий к этому нет претензий к тому а что это за персонаж что вообще почему кейтлин свою боль тоску забивает не алкоголем а сексом это нормально а почему вот этот персонаж так себя ведет то она сначала фанатеет по вайту потом она начинает фанатеет по кейтлин и таким образом пробирается вверх так вот моя теория все еще сохраняется что она может быть на к сеанс ким шпионом и она чуть-чуть вот здесь даже подтвердиться дальше сейчас она начинает намекать кейтлин что если это хочет там может все это прекратить амбэсу не стоит бояться но кадр немножко затянут и он совершенно контрастирует несовершенно он вообще не подходит данной истории и он контрастирует со всем вторым сезоном как будто опять у нас закинут был фандом фанфик ну или правило 60 дети как она там называлась руль 32 да вы помните это правило в интернете то есть я так этого и не понял но зато красивый кадр мы получили с полу обнаженной ирландкой ну а после этого и здесь ничего комментировать на самом деле они церкви минуты общаются ни о чем вообще ни о чем где по сути вот это вот рыжуха только говорит что мы можем уехать закат вместе или ты можешь просто выгнать амбэсу ты же все же председатель совета и муж совет заново собрать после чего мы попадаем в очень красивую сцену где ну я прочитал довольно сразу где джинкс произносит пафосную речь про то что сейчас будет великий бой на грузовиков или там гладиаторов и ты видишь вот что нет никакой публики рядом показывает нам только и шо и она радуется она смотрит прям в одну точку то есть он смотрит только на джинкс а значит это все с маленькими скорее всего либо игрушками происходит либо с чем-то но здесь есть маленькая пасхалка джинкс произносит что есть восходящая звезда на ее лицом которая заставила бы скривиться даже родную мать и назвала его шустряк но а это это 2 назвала шустряк но на самом деле у него в русской версии почему шустряк вообще не потеряли идею скатал бат это скатал краб ребят скатал краб это официальный персонаж в лиге легенд которого мы убиваем в лесу постоянно это тот самый пугливый краб который ходит по реке кстати который потом же превратился в геральт q из-за того что часто тусил рядом с нашором я еще шутил на тему того что скатал краб забеременела отношора а первого жуткого монстра надо на него тоже попасть первого жуткого монстра она назвала sting мав в русской версии это опять все потеряли назвали его просто вонючка маф ребят это предмет в лиге легенд но этот маф он не просто так назван этот предмет этот предмет назван честь персонажа тоже из лиги легенд из карты 3 на 3 постоянно его забывая имя воломортус волимортус блин постоянно его имя забываем можно было загуглить честно я такой ленивая жопа не загуглил в общем это тот гигантский монстр в карте 3 на 3 который вместо нашора появлялся с которым можно было танцевать и джинкс ну их назвала в честь вот этих персонажей из лиги легенд но это так просто чтобы вы понимали в русской версии это все потеряно но хотя бы на экране это показали рай это молодца не догадывались что локализация потеряет имена этих персонажей оригинальные и поэтому они на экране их прямо написали чтобы пасхалщики типа меня могли это все найти и как выясняется это ребят жуки которые сражаются друг с другом давайте покажу их размер вот их реальный размер битва не настолько экспрессивно и качественно выглядит как казалось бы но и тут есть интересный момент наверное даже звук стоит поставить во первых что мы с вами видим мы видим что иша натутариовала себе телом скорее всего она просто обычными красками точно такие же как и джинкс это первое что вы должны заметить второе иша начала носить одежду похожую на джинкс то есть она надела опять такие же штаны как у джинкс перчатку такую же как и джинкс и почему-то она сделала себе ушки вот она сделала себе ушки и вот эти вот ушки это очень важный момент с этими ушками болин я не найду час эту картинку она мне где-то здесь была подготовлена но я не найду ай чё-чё вот я нашел повезло ребят эти ушки которые она сделала ребят это те же самые ушки которые у джинкс на ее основной пушки используются здесь кадры из вал дрифта но в лиге легенд там точно также ушки на этом ее автомате имеются так что здесь мы с вами ничего не потеряли но это просто интересная такая вот отсылочка получается и еще одна интересная отсылочка когда иша произнесет свою первую фразу и мы поймем что она не мая сейчас она ее скажем очень внимательно или чуть позже она же здесь должна и да она сейчас произнесет слышали ее фразу да эта фраза гига похоже на то как ее произносит тимарь персонаж тима наверху понятное дело что это не подтверждает что она тимарь просто интересного утра это сделали отсылку получается что райты когда создавали это все то есть сериал аркейн они догадывались что огромное количество людей увидит параллель между ишей и тима что она ходит шлеме тима что у нее есть подзорная труба как у тима и они даже добавили ей вот такую вот озвучку которая ну очень похоже на тима озвучку а дальше у нас получается джинкс оказывается что находится все еще там же где она раньше и жила отсюда никуда и не уходила это какой-то заброшенный вентилятор она там где-то высоко сидит у нее здесь свой дом сюда периодически мы видели в первом сезоне как приходил силка зная где искать джинкс единственное что надо заметить джинкс здесь все перекрасила теперь здесь больше тонов синих именно просто синих они депрессивных она убрала эти висящие трупы которых она в прошлом сезоне здесь развесила ну свою бывшую команду которую она случайно взорвала и разных других врагов даже макет силка здесь у него висел чтобы с ним общаться но здесь теперь все более-менее няшно и прикольно потому что здесь есть глаза маленьких чудовищ которые вот в лиге легенд имеются здесь нарисовано еще фиолетовым что-то но в общем если посмотрите картина поменяла цвет теперь это больше похоже на детскую комнату где куча разных игрушек разбросана и тут мы начинаем понимать что джинкс потеряла себе она больше не джинкс поздравляет она с победы своего партнера ребенка партнера в смысле ведь сведу по общению здесь никакой педофилии нет ребят если вы об этом подумали здесь скорее отношения должны были быть мать-дочь но так как джинкс не как бы еще не совершилось как мать она скорее с ней общается как ребенок с ребенком чтобы вы понимали это прямая параллель к тому что джинкс вернулась в вид повдор она снова стала повдор и сейчас у него просто есть подружка общается она здесь не что надо бы еще поиграть и вообще тебе повезло что у тебя есть такая как я потому что у меня например сестра была дурацкая ну а то намекает что ты мне обещала волосы перекрасить за то что я выиграю в эту игру хотя и так и не понял в чем суть игры было но видимо какая какой из этих жуков победит на это они делали ставки но в итоге она перекрашивает есть синие волосы и теперь мы точно видим что иша максимально пытается пародировать джинкс именно джинкс хотя джинкс больше не существует существует только повдор а повдор не хочет ни с кем воевать повдор не хочет никакой революции никаких че гевара повдора единственное чем хочет заниматься ребята она хочет здесь сидеть играть в игрушки со своей подружкой вот и все и даже у нас тут можно в этот кадр как-то попасть короче вот на этом лепестке на сердечке там даже нарисовано 2 powder ну чтобы принять там не нарисован то есть джинкс не воспринимает себя больше как джинкс она не воспринимается как взрослой женщиной она воспринимает себя теперь снова как powder наверное здесь еще как раз вот в этом тоже есть символизм то что джинкс стоит убитая видите зеркало разбито и якобы джинкс больше не существует она видит себя вот теперь в этой маленькой девочки ну и сама себя тоже вид как маленькая девочка ну такой вот интересный переломный момент для нее произошел после сражения в предыдущем акте против вай где она готова была умереть и стать символом кейтлин не дала и умереть ну и войне дала и умереть там они вдвоем чуть не хотели только у одной была цель не убить посадить тюрьму другой вообще не было цели только путь ну и здесь интересно опять символизма с пальцами вот этими выстрелами то есть она видите увидела что у нее есть волосы синенькие после этого она показывает снова этот символ стрельбы а это тот самый символ который сама джинкс ей показывала при первой встрече когда она сделала в нее и потом она несколько раз ней вот таким вот образом игралась к чему это все виду ребята вы скажете как-то зачагиваешь зачем-то ребят это очень все важно для 6 эпизода поэтому надо сейчас конкретно здесь на этом остановиться все это показать что в это все могли наверно не заметить дальше интересный момент джинкс как видите без игрушек она даже палец себе не восстановила все еще то есть мы реально видим что она стала вот просто павдор который ничего не хочет хочет только играться общается со своей подружкой просто так а ее подружка берет и начинает собирать гранату джинкс в один момент просто берет у него гранату и вот сейчас она берет у него гранату и выключит ее но никак не накажет за это павдор то есть она павдор извините и шу она просто ну типа не играть и так и все выкинула гранату а ведь это граната могла взорваться потом опять они этот символизм с двумя пальцами показались ну стрельба и тут приходит по моему севика да или севика чуть позже принять чуть позже придет здесь просто она спросила это севика тебя подговорила потом а да 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 сейчас кадр даже надо показать почему этот кадр я не могу попасть в нее лет чуть позже произойдет пытаясь найти где вот иша иша говорит что раз ты гранаты мне не даешь делать волосы так хотя бы ты мне перекрасила но можешь починить мой пистолет мне его мол прострелила кейтином свое время и мне надо этот пистолет починить на что джинкс говорит что эти осевика подговорила не буду я тень мол ничего чинить мы здесь в игрушки играем они в оружие расстраивается конечно же иша и вот этот символический этот пистолет здесь так и остается поломанным и это тоже гига важно потому что если бы она починил этот пистолет возможно то что произойдет шестом эпизоде не произошло бы после чего нас перематывают в другую историю где ног сеансы пытаются восстановить своими силами портал тот самый портал хикстэковый который перестал работать из-за что хикстэк поломался снизу но здесь у них ученый какой-то немножко неразумный ученый наверно потому что баран он на почему-то эксперимент проводит на себе я вот об этом тоже девушка не понял почему на манекене не провести эксперимент но может быть это здесь хотели показать садизм идущий от ноксуса такой зайти сталинизм небольшой что проверяйте все оружие на себе если с вами будет все хорошо значит потом можно будет испытания проводить на людях других уже но в итоге этот ученый погибает от него остается только черное пятно портал не работает он просто по сути сделал бомбочку которая взорвала и расщепила его на атомы расстраивается амбеса с ней рядом подручный ходят и я впервые сейчас услышал как он разговаривает потому что до этого у него были какие-то фразы но они были это такие типа go fight то есть минимальные единичные фразы но здесь как его зовут уруциус короче не имеет зачем как бородача зовут потому что но имена не обязательно запоминать тебя там бесса ладно она там персонаж лиги легенд и ими запомнил а в общем он попытался с ней заговорить она его остановила говорят не упоминай имя черной розы потому что но ее пугает это имя это как волан-деморт нельзя произносить поэтому он дальше произнесет слово что орден но самое главное его акцент ребят его акцент это русский акцент английского языка что в очередной раз подводит нас к той самой параллели которую riot и выкладывали еще в 2013 году волосатым когда они сказали что они начали писать лорд 2013 еще лора не было него начали только писать лор и сказали что будут какие регионы бла-бла-бла эти регионы это параллели из нашего мира реального и noxus они всегда говорили что это параллель это российская империя и в видимо поэтому сталинский режим здесь вот такой вот имеется ну и поэтому акцент у него русский акцент а правда у амбеса акцента русского нет никакого тоже немножко странно но она правда не местная кто не в курсе она в noxus приехала будучи одним из воинов в шуреме еще когда-то поэтому она туда попала немножко тут по другой схеме то есть это не родоначальница да то есть не местная ног правда к власти пробилась что показывает что в россии могут все пробиться к власти кто за единую россию сам диалог у них был ни о чем диалог просто она сказала что она переживает у них моя дочь она переживает именно за то что дочь украла черная роза и нужно найти срочно оружие и судя по всему раз они отключили хэкстэк и украли все она думает что не только ее дочь украли но украли всех ученых значит им нужен был черной розе хэкстэк и им нужно самим сейчас как можно быстрее разработать хэкстэк чтобы бороться с черной розы вот так вот она мыслит после чего нам показывают что устроили здесь за гестапо пилтоверовцы теперь они людей из зауна пропускают только через кпп где они полную проверку проводят как в аэропорту там в воду не везете не везете а это одеколоны что это ну и полная кпп здесь люди работают но не очень качественно поэтому даже охранник амбеса сюда приходит дорабатывать не знаю почему вроде ее личный охранник но почему-то он решил прийти на кпп на этом кпп он находит мальчика которые все волосы в синий цвет покрасил он сразу предположил что это повстанец начал ему втирать без кстати какого-то пока применения силы просто начал ему втирать что чувак ты не понимаешь джинкс вас бросила джинкс вообще не существует больше вы должны поблагодарить за все это джинкс что мы в кпп открыли сдадите нам джинкс будет все хорошо типа такого но тут происходит момент где появляется из трейлера наверху джинкс я сразу тогда предположил что это не джинкс но я подумал что это кека потому что поза и телоположение все вроде говорит о том что это эко но это ребят не эко и теперь вы уже наверно догадались это иша который как раз и перекрасил покажет нам ее да перекрасила волосы во а перекрасила волосы в синий цвет и начинает сама уже пародировать джинкс она скинула те самые бомбочки которые она же сама собрала оружие у нее нет поэтому она стрелять ни в кого не может а бомбочки ну видимо ей не доверяла материю все же на джинкс поэтому у него бомбочки только краской стреляет но все равно свой символизма на оставила после чего нам будут как раз показывают сразу расследование полицаи начинает работать и местным полицаем самый главный кейтлин начинает проводить это расследование и говорят да это оружие джинкс но рыжая говорит не тупи это хоть и оружие джинкс но все что делает все что было сделано это явно не джинкс сделала потому что она говорит что Никакого подсчета трупов не было Никакого не было спектакля, никакой сцены Она лицо свое не показала Это, скорее всего, парадист Говорит она Ну и Рыжуха молодец Не зря свое место держит И вот здесь важный момент сейчас произойдет Потому что припрется сюда Амбеса, которая назовет ее Офицер Нолан, ее зовут Мэдди, кстати Мэдди Нолан, получается ее так зовут Рыжуху И она ей намекнет Что надо поменьше тебе тусить с Кейтлин И попросят ее удалиться И Рыжуха отсюда легко уйдет Вот тот момент, который доказывает Немножко доказывает мою теорию, ребят Только капельку Полшишечки Потому что она хоть и посмотрит на Кейтлин Типа, можно мне уходить или нет Но Амбеса довольно высокое на нее давление оказывает Потому что фактически Она до этого в постели Говорила Кейтлин Досрали мы на эту Амбесу Да давай совет сами организуем Идет типа на Ксеанце в жопу А здесь она ни слова в ответ не сказала Может просто боится ее Или не хочет перечить Когда взрослые разговаривают Может быть она действительно От Амбесы сильно зависит И это был единственный способ ее избавиться от Амбесы Если бы Кейтлин, например, совет восстановила Поэтому она Кейтлин на уши как бы капает Но сама на два лагеря работает Но это так просто Это уже теория, ребят Не обращайте на это внимание Это чисто мои фантазии Потому что я не могу поверить Что они добавили этого персонажа Только ради постельной сцены Но это не настолько дешевый сериал Вы видели, как здесь все проработано И только у этого персонажа нет никакой истории То есть она существует А зачем она существует Мы пока не понимаем И скажу прямо до шестого эпизода Вот то, что я смотрел Мы так и не понимаем Зачем она существует Потому что там тоже у нее нет ничего В общем, она уходит, рыжуха И начинается тут философия жизни С довольно красивым визуалом Первый визуальный момент, который надо показать А, философия жизни о чем? Давайте сначала Философия жизни о чем? Амбеса говорит Ты не должна строить отношения Тем более на службе Ты должна быть как кремень Ты должна абстрагироваться от всех отношений Только так становятся лидерами Ну а Кейтлин говорит Я в твоих советах не нуждаюсь в этом смысле Ну и здесь начинает самое интересное Визуальное Давайте сейчас покажу Первый визуал, который меня затронул Это вот этот визуал Обратите внимание Между ними не просто так стоит визуальная линия Разделяющая их взгляды Одна у нас получается из светской семьи И посмотрите, как она здесь выглядит Ну, во-первых, синий-красный цвет Белая кожа, черная кожа Темная кожа Здесь у нас визуал Как она называется, этот визуал? Слова вылетели с головы Ну, короче, светская семья Красивая здесь, видите Фигура балерины Кстати, балерин очень много будет показывать С намеком к шестому эпизоду Если их искать Ну, штук шесть я точно нашел на протяжении Если я в кадр буду попадать Я тебе буду пальцем вам тыкать Чтобы вот здесь балерину опять показали Свечи тут, вот кубок какой-то золотой И с этой стороны Все банально Только цветы, природа И какой-то папоротник еще стоит Первый шаг делает именно Кейтлин Но после этого она тоже делает шаг Показывает, что она не боится Кейтлин Ну и к чему я это веду? К тому, что нам прям показывают Что одна такая прям вот Суровый воин И максимум кому она может доверять Так это природе А другая, она вот из светской семьи Она доверяет семья на первом месте И так далее Но дальше другой символизм будет Они продолжают общаться Сейчас поцелуются Никто не будет здесь целоваться Дальше идет другой символизм Обратите внимание, что происходит Когда Что она здесь произнесет за фразу? Тут чуть раньше было Вот, да Кейтлин произносит фразу Почему Мир Имеется ввиду Не мир Как Вселенная А мир То, что Перемирие Всегда служит Оправданием Вашего насилия Она намекает Что Ноксус Использует слишком много Грязной силы И называет это Миром Ну, возможно Здесь, кстати Райты как раз Намек И делали Про войну Между Россией и Украиной Они же Заявляли Что они угадали Предугадали Что будет происходить в мире Видимо Жириновского смотрели Поэтому предугадали На это Очень сильно Обиделась Амбесса Но дальше Она взяла Сейчас покажут нам Она уходит туда И берет в руки Палку Да, какую-то Ну, это необычная палка Ребят Это кочерга И с этой кочергой Смотрите Что она начинает делать Она Читает монолог Про то Что, возможно Она ошиблась В этой девочке В Кейтлин Она видела в ней лидера Она видела в ней Огонь Она видела в ее глазах Страсть А сейчас Этого всего нет И нам показывают Угасающее Вот это вот Бревно Которое пытается Палкой Ну, не палкой Кочергой Разжечь Амбесса Объясняем Там Гнев и горе Бог, я знаю Что это утомить Но ты сможешь Обрести покой Знаешь, что когда-то рядом А может я тебя Недооценила Бла-бла-бла Бла-бла-бла-бла И у тебя есть силы Чтобы прощать людей За то, что они убили Твою родню Но она Типа Намекает Что ты, походу, забыла Ради чего мы вообще Все это делаем Ради твоей мести же Но Сам символизм Мне очень понравился Символизм такой То, что она Разжигает огонь Ну, хотя это Дико прямолинейный Символизм Все равно красиво А после чего Нам показывают Уже Бухача Того самого Безногого Которого Амбесса киданула Использовала его Чтобы Примазаться К Кейтлин А Кейтлин теперь Его из Сената выгнала Она вообще всех Из Сената выгнала Но Он больше всех пострадал Потому что он думал Что он станет Главным сенатором И в итоге Он здесь расстроенный Сидит Бухает Говорит, что Он раньше был Крутым В советские времена А сейчас Все ГУЛАГ Произошел И здесь Я впервые Услышал Голос Я потому что До этого Английскую версию Озвучки Этой девушки Не слышал Здесь Очень Мужской голос У нее Меня это Немножко смутило В английской озвучке Это крайне странно Звучит В русской озвучке Вы голос Этого зайчика Не услышите Как мужской Вы услышите Чисто женский голос Здесь же Если Она произнесет фразу Можно попасть В этот кадр Диана произнес Сейчас будет Слушайте Ну Звучит Как будто Мы в Таиланд Попали Это Немножко Такой Минусик Но Возможно Так и было Задумано Она все же Заяц Плюс у нее Шея Еще Перевязана Может у нее Там какая-то Гортанная болезнь Короче Для чего Этот делок Нам показывают Нам показывают Что эти два персонажа Все еще существуют Только Одна уже Больше Не работает На Мел Хотя про Мел Она как раз Сейчас произнесет Фразу Не знает ли он Случайно Где Мел Он сказал Что Ну Ясно Опять про Мел Опять про Медардов Я понимаю Что она последняя Наследница Великих Медардов Но скорее всего Она уже Мертва Говорит Блондинчик Ну а та Предлагает ему Лечить ноги Другим способом Потому что Тем способом Которым она Ему лечит ноги Они не лечатся Она предлагает Ему Сходить к Хиллеру Причем она Именно фразу Хиллер Произносит В английском В русской версии Целитель И этот Целитель Ну это Такое Разное Разный символизм Имеет в русском языке Хиллер В английском Прям конкретно Имеет Значение То есть Она же не назвала Его священник А у нас Целитель Это иногда и священник Ну и соответственно Он поглядывает После этого На свою Эту вот Качалку На которую Теперь катается И понимает Что может и правда Стоит сходить К шарлатану Целителю Может тот Мне вылечит ноги Все равно терять Больше нечего Дальше Наконец-то Вот она Севика приходит И начинает ругаться На Джинкс Что ты зачем Сделала на пропускном пункте На КПП Вот эту выходку Ты зачем Это натворила Она говорит Это не я Ты что совсем тупая Ну и потом Они понимают Обе Что это сделала Павдор Но никто Ее не ругает Я вот Когда даже смотрел Не мог понять Почему Никто Ничего Ей за это не сказал Она еще красиво Так шлем надела В этот момент Говоря Я Тима Я если что Исчезла Ну это как-то Крайне странно Почему две Взрослые женщины Не хотят ребенка Но ругать за то Что Та Ну Пакостничает И вообще-то Лезет туда Куда слишком опасно Лезть А вот это Ребят Означает Только одно Что Они обе Не готовы Стать матерями Они обе Не знают Как нормально Нести ответственность За ребенка Севика Непонятно Почему Она вроде Взрослая И как раз В ее духе Было бы здесь Поругать На Джинкс Она наехала Почему она Не наедет На Ишу Непонятно Ну а Джинкс Которая теперь Павдор Так это вообще Сопли из носа Только текут Сейчас больше ничего В общем Они тут Немножко Маленькая ссора Она попыталась Ей показать Факт Тот самый Который Показывала В одних Из первых Эпизодах Этого Сериала Ей потом Палец Стрелила Джекетлин В предыдущем Эпизоде Вы помните Я как раз Намекал Что теперь Она факт Не сможет Показать И Рай Этот символизм Еще несколько раз Здесь покажут Она вот Этот палец Сейчас Пытается Ей показать Но не может Потому что Его больше Нет Понимает Что блин Надо бы Палец Наверное Хотя бы Вернуть То я Вроде Великий Этот Инженер Сама Спроектировала Куча бомб Ракет И всего остального А палец Себе вернуть Не могу Ну и Начала Что-то Там Искать Я сначала Подумал Что она Прямо Сейчас Палец Себе Наденет И под конец И уже Покажет Это Ну Палец Средней Севики Но этого Не произошло После чего Наехала На нее Севика И сказала Что ты же понимаешь Что ты теперь Символ всего этого Все что Строил Силка Все что Строил Вандер Оно Разрушается Пока ты Здесь сидишь И ни хрена Не делаешь Ну и так Конечно же Вспоминает О том Что Она же Не Павдер Она реально Джинкс И Говорит Что Севика Что Мы собираемся Сделать Собрание У статуи Вандера Я хочу Чтобы Ты туда Пришла И Ну хотя бы Просто Покажись Людям Джинкс Конечно Против Этого всего Говорит Никуда Я не хочу Но здесь Она в кои-то веки Села Не напротив Своей Фигуры Где Разбитая А вот Кстати Вот Фотография Ну как Фотография Рисунок Где видите Обе Нарисованные В стиле Маленьких Детей Короче Она здесь Села Напротив Именно Где Не разбитое Зеркало И видит В себе Снова Джинкс А не Павдер И Говорит Павдер Говорит Иша Я ее Павдер Тоже Называю Что Ей нужно Кое с кем Поговорить Ну было очевидно Что она пойдет Сейчас Опять своим Психозом Заниматься Опять у нее Терапия Будет Общение С самой С собой Но Она этого Не поняла Павдер Не поняла Потому что При ней Этих заскоков У Джинкс Не было При ней Джинкс Вела себя Как Ну просто Подружка Больше Никак Ну и Она соответственно Берет Опять Оружие В руки Находит Материю Не знаю Может где-то Было Припрятано Может в кармане Лежало У нее И начинает Разговаривать Со стулом На котором Когда-то Сидел Силка Для нее Это привычно В той же Самой позе Силка Здесь нет Она Говорит Что у нее Появился Друг Зовут Иша И она Не хочет Вылезать Из этого Кокона В котором Она сейчас Находится Она хочет Оставить Все так Как Есть И просит Чтобы Силка Ответил Хотя Хрен его знает Она расстраивается Говорит Если ты мне Не ответишь Я буду считать Что ты умер Для меня Окончательно Намекая на то Что тогда Я точно Не стану Джинкс Снова Все Ты для меня Умер Я буду дальше Жить в своем Коконе Раз ты мне Не отвечаешь Очень странная Провокация Учитывая Что он Ответить Не может Ну и Кадр Вот этот Ребят Это Ну Вот этот Монолог Точнее Джинкс Это Ну Высший Пилотаж Это 10 из 10 Чтобы вы понимали Любой психолог Вам скажет Что здесь Вот так вот Люди исходят с ума Она сама С собой разговаривает Как я сейчас С вами И очень красиво Отыграла актриса Это все Голосом своим И визуальный ряд Здесь совпадает Все потрясающе Дальше Дальше Происходит Самое крутое В этом эпизоде Да Самое крутое Кто-то скажет Там же впереди будет ВВ Ну вы поймете Кто такой ВВ Чуть-чуть Попозже Где-то через 20 минут Но для меня Вот это было Самое крутое Нам показали Рефлексию Что-то часто Это слово Сегодня использую Всех персонажей По поводу Своих утрат Посмотрите Как показали Джинкс Что у нее психоз Что она сходит с ума Она разговаривает Со стулом И после этого Принимает сама Для себя решение Что ничего делать не будет Но палец Кстати у нее уже появился Видимо Она его все же Успела где-то доделать После этого Нам показывают Рефлексию От Кейтлин Которая Просто символизм Ставит свечку За упокой Своей матери И других сенаторов Но при этом Не испытывает Какой-то Ненависти И так далее То есть В ней уже Но она смирилась Она просто Ходит к этому памятнику В честь символизма И возможно Год прошел С этого Может и юбилей Сегодня После этого Нам показывают Амбесу Которая Потеряла Власть Ну она потеряла Власть Которая у нее была Еще в Ноксусе Потеряла свою дочь Что самое важное Для нее И она Рефлексирует Так что Она просто Сейчас Пока что Этот момент Короче здесь Избивает Ее охранник Пытками занимается А она там стоит Но я не знаю Надо как-то попасть В этот кадр Где Чтобы вам показать Ну короче вот она стоит Ее жопу видно Она там стоит И наслаждается этим То есть она Свою утрату Своё горе Через насилие Убирает Кейтлин Через смирение Амбеса Через насилие Джинкс Через сумасшествие Ну или Самобичевание Как-то так Это можно назвать Этот парень Парень Эко Тут теория появилась Что они Любят друг друга Эко и волосатик Но я думаю Это просто друг Он тоже Через смирение Как и Кейтлин По сути Потому что он тоже Возле памятника стоит И тоже Они здесь Все ставят свечи И нам еще одну Покажут Что меня больше всего Удивило Это Севика Не Где-нибудь там Где символически Они сделали Памятник Силка Она возле памятника Вандера Стоит уже Смотрит на него Немного Злобно Но скорее Злоба такая В стиле За что Что на меня Все это возложил Правда Не совсем понятно Почему Вандер Но могу здесь Предположить Что это связано С тем Что Силка Построил памятник Вандеру В свое время И Севика Это знало И Это Типа Общий Памятник Это Как бы Символ Зауна Всего Символ Свободы Ну и Соответственно На этом Все Вот эту сцену Можно Закончить Потому что Вся сцена Вокруг этого И крутилась После этого Нам показывают Утро На утро Все люди Зауна Приходят туда Куда Все кто Хотят Еще Как-то В политическом Сфере Поучаствовать Города Зауна Они пришли Как раз К памятнику Вандера Где Севика Начинает Втирать Что Мы Заунцы Мы должны Быть вместе Мы должны Противостоять Пилтоверу Все вместе И так далее Тут даже Синжит Пришел Правда Не совсем Понятно Почему Он именно Сюда Пришел И Она Говорит Что Всех В тюрьму Сажают В тихий Омут Мы должны Против этого Сопротивляться Мы должны Вместе Объединиться Тут И Ребята И БДСМ Пришли И Девяточка Пришел Видите Мужик Девяточка Его Кстати Первом Сезоне Тоже Показывали И Эти Перекрашенные Пришли Фанаты Джинкс Ну И В итоге Они Такие А где Джинкс И Вот Этот Ключевой Момент Тут Можно Увидеть Где Она Тут Фразу Вот Она Говорит Мы Должны Все Объединиться Как За Униты А Они В Ответе Говорят Мы Хотим Видеть Джинкс И Она Понимает Что У нее Нет Ни Единого Шанса Их Объединить Что Эти Люди Не Хотят За За Сражаться Они Уже Не Люди Силка Они Уже Не Люди Вандера Они Люди Джинкс Теперь Все Они Хотят Именно Просто Силка И Вандер Они Хотели Одного И Они Ее Сделали Символом Своим И Вот Нам Показывают Как Этот Мир Криво Может Видеть Лидеров Хотя Лидер Никогда Этого И Не Хотел Ну И В итоге Прибегает Маленькая Девочка Достает Шикарный Вот Этот Момент Из По Моему Пятого Или Шестого Эпизода Первого Сезона Факел Синего Цвета Зажигает Его Показывает Что Джинкс С нами Я Буду Теперь Джинкс Ну Просто Как Символ Не Обязательно Чтобы Джинкс Была Мы Все Есть Джинкс Я Есть Ниган Ну И Все Вроде Поднимает Руку Зиг Хайль Но Приходят На К сеанс И Говорят Фашизм Мы Истребляем Потому Что Они СССР Он Кстати Своим Голосом Здесь Как Раз Опять Еще Это Подтверждает Потому Что Он Опять Проднесет Фразу Ну И Начинается Короче Войнушка Дерутся Дерутся Силка Руку Потеряла А Маленькая Девочка Нападет Отдельно На Генерала Прям Нападет Нападет Он Кстати Ее Не Убьет Хотя Мог Бы Здесь Ее Просто Шею Свернуть И На этом Все Закончилось Для Этой Маленькой Иши Но Он Ее Не Трогает Он Ну Просто Откинет Отшвырнет То что Она Ударилась Он Даже Немножко Расстроился Как будто Но Потом Увидел Что С ней Все Хорошо Он Такой Ну Ладно Главное Что Не Убил Не Хотел Потому Что Убивать Ну А Дальше Тут Нам Показывают Момент Как захватывают Синджета С туманом Вот Этим Вот Всем И Он Себе Режет Руку Зачем То В кровь А Я не совсем Понял Как он До этого Дошел И Зачем Он Пришел На Вот Эту Встречу А Как там Наксианцы Оказались Вы Наверное Не поняли Потому что Я вам Чуть Не рассказал Наксианцы Там Оказались Потому что Амбеса Допытала Того Парня И тот Рассказал Что Завтра Будет Встреча Хотя Я думаю Там Любого Можно Спросить Все Это Рассказали Короче Синджет Он Создал Варвика Он Создал Его Из частей Волка Из своей Крови И Специально Пришел В центр Города Чтоб Порезать Себе Руку То есть Получается Так Он Хотел Как-то Это Организовать Или Что Я так И не Понял Но В итоге Варвик Просыпается Бежит Джинкс После Своего Психоза Возвращается К себе Домой Думать Что В прятки Играть С Типа Ты Потеряла Ишу Ишу Захватили Как и всех Остальных Захватили Нам Нужна Джинкс Верни Ее И Джинкс Точнее Павдор Начинается Джинкс Ненадолго Просыпается В ней Через Вот эти Визуальные Ряды Очень Тоже Красивые Очень Классно Показан Раздвоение Личности Которая Есть У Джинкс Дальше Кадр Показывает Как они Едут До Тихого Омута Их уже Туда Отправили Так быстро Суд Провели Никакого Дознавательства Не было Никакого Доследования И здесь Интересный Момент Будет Я вам К него Почему-то В первом Сезоне Я этого Не заметил Но вот Здесь Во втором Сезоне Я это Заметил И обязательно Расскажу Синджит Просто Решил Рассказать Девочке Что не волнуйся Скоро за нами Придут Все будет Хорошо На девочку Он так Обратил Кадр даже Надо показать Увидел Кровь Ту самую Синджит Кровь Которая Его же Кровь И по следам Именно Как в Лиге Легенд По крови Начал Следовать До туда Это Забавно Выглядит Здесь Всех Привезли Джинкс Увидела Что всех Привезли Говорит Нам нужно Как туда Переплыть Но ты Плавать Не сможешь Потому что Ты левша Но это Шутка Была Мне понравилось То что Ты You can't swim Lefty Она так На английском Это сказала На русский Перевели Левша Полагаю Плавать Ты не умеешь Ну как-то Шутку Немножко Потеряли Здесь Она намекала Что Ты же Плавать Не умеешь Левша Ну типа Мол только Левши Не умеют Плавать На самом деле У него Просто нет Руки Вообще Одной Ну и Поэтому Они Комедийную Сцену Добавили Где Джинкс Отвлекает Внимание Одного Пилтоверского Солдата Это Оказалось Женщина Солдат Женщина Говорит Что Она Вообще Тебя Впервые Видит Вообще Не знаю Кто Такая Джинкс Та Такая Да Как Так Ты Чего Ну как Это Все Знают Меня Ну и Все Знают Меня В лицо А ты Чего Не Знаешь И она Здесь Шутку Говорит Что Не знаю Насчет Как Джинкс Но Настоящий Герой Не носил Такие Штаны И это Намек На то Легенд Смеялись С того Что У нее Клоунские Штаны Что Это Очень Странно Для Девушки Но Там Тогда Объясняли Рай Это Что Они Хотели В ней Зачерпнуть Сразу И Джокера И Клоуна И Психоз Все В одного Персонажа Поэтому Сделали Такие Штаны Но Вот Эта Шутка Про Штаны Так И осталась Потому Что У нее Действительно Цирковой Шатер Штаны Очень Похожи Посмотрите На ее Штаны Сейчас Будет Очень Хороший Кадр Кстати Где Покажут Нам Ее Штаны Что Очень Они Странные Но Дальше Переодевайся Хороший Кадр С тем Как Она Захватывает Бойца И Ведет Его Туда Это Очень Классно Делается Оммаж В сторону Звездных Войн По Моему Это Была Четвертая Серия Ну То То Это Была Да Она По-моему Называлась Короче Где Как раз Таки Маленького Роста Штурмовик Приводит Чуи Ну То есть Здорового Чудовища Каким-то Образом И Никто Не задается Вопросом А как Ты Таким Маленьким Схватил Вот этого Персонажа Но Здесь Нам Это Даже Объяснили Проходят Они Через Этих Солдат Едут На Поезде Как раз Таки В местную Тюрьму И Здесь Спермобак Решил Проявить Максимальную Мужественность Посмотрим Как красиво Он Будет Кадрить Женщину Как он вообще Определил Что это женщина Я так и не понял Возможно Ему было Все равно Кого кадрить Просто Маленький Увидел И можно Кадрить Значит Вот Какой Сексуальный Мужчина Ну Джинкс Ему Ответила Красиво Давайте Покажу Как Джинкс Ему Ответила Она Она показала Ему палец Я на секунду Даже подумал Что он сейчас Что-то Заподозрит Но нет Видимо Он Просто реально Ко всем Предстает Вот так Вот этот Мужик Потому что Спермобак Что с него Взять Так вот Притащила Она сюда В эту Тюрьму Севику В одиночку И вроде Надо задаться Вопросом Как она Это сделала Как она Смогла Поймать Ее А та Шутит Именно Шутит В стиле Того Что было Она говорит Я ей Предложила Вариант Либо Плыть Либо Идти Со мной Она Выбрала Идти Со мной Ну Плыть Имеется Ввиду Что она Не могла Без руки А этот Подумал Что Она Предложила Ее Утопить Либо Пойдешь Со мной Ну Типа Окей Окей Дальше Происходит Момент Который Я ожидал Что он Чем То Выстрель Нет Амбеса Проходит Чувствует Какой-то Какой-то Подвох Вот в этом Штурмовике Джинкс Тоже Чувствует Подвох В том Что Амбеса Начала Понимать Кто Она И Там Даже Начала Браться За оружие Уже Готова Была Стреляться Здесь Прямо Устроить Перестрелку Но Амбеса Проходит Мимо Задел Был Взят То есть Амбеса И Джинкс Скорее всего Сражение У нас С вами Произойдет Потому что Иначе Просто Так бы Это Не Показали Очень Важно Было Райтам Показать Это Здесь Что Вот Она Здесь Закрылась Потому что До этого Ребят Чтобы вы понимали Джинкс Вообще Ни разу Не Видел Амбеса Она Вообще Не знает Как Это Выглядит Амбеса Знает Как Выглядит Джинкс Но Только Из Портретов После Чего Мужик Произносит Что Ведите Заключенную В блок С И Она Там Да Сэр Да Сэр И поехала Вниз Заряжает Своё Оружие И Вот Здесь Очень Важный Идет Символизм Заряж 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 Заряживанием Этого Оружия Этот Символизм Ребят Сейчас Будем С вами Обсуждать Дело В том Что Когда Она Заряжает Это Оружие Оно Он Стреляет Какими Молниями Причем Нам Показывают Это Прям Очень Качественно Важно Как Будто Я Впервые Когда Это Увидел Подумал Об одном И Сейчас Я вам Покажу Что О чем Я Подумал Также Нам Показывают Варлика Который Все Это Время Бежит Тут Она Ношейник Этот Снимает И Оружие Еще Раз Должны Показать Вот Показывают Нам Что Здесь Куча Места В Это Оружие Она Разряжает Все Он Жух И Становится Электрическим После Чего Нам Тут Показывают Как Всех Сажают Тюрьму И Здесь Важная Пасхалка Которую Я До Этого Вам Не Показывал А Теперь Я Готов Вам Ее Показать Пасхалка Вот В чем Заключается Вы Видите Как Выглядит Это Это Здание То 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 Это Тюрьма У Нас Длинный Коридор Стоят Просто Камеры Есть Решетка И Эти Решетки Открываются Вот Этими Рычагами А еще Он Находится На Острове А еще До Этого Острова Может Добраться Либо В Плавь Либо Только На Специально Нашел Его Именно Так Выглядит Там Вот Все Вот Они Решетки Вдоль С одной Стороны И с другой Стороны А Вот Эти Рычаги Которые Отвечают За Открытие Решеток Они Как раз Таки Выглядят Вот Таким Вот Образом То Просто Заглушка Рычаг Дергаешь И открывается Какая Из Дверей Здесь Шон Коннери В этом Фильме Скала Первую Решетку Откроет Неправильно Вторую Решетку Откроет Свою И Там Как раз Был Вопрос От Этого Николаса Кейджик А как Это Вообще Выбрался Отсюда Он В этот Момент Как раз Показывал Как Выбирался Но Об этом Мы Чуть Чуть Позже Поговорим Сначала Нам Показывают Что Везет Нашим Джинкс И Севики Я хотел Им Какое-то Имя Дать Какую-то Группировку Но Так И Не Придумал То Что Два Охранника Как раз Сейчас Уезжает А здесь Ребята Охранники Усатые И Девушка С черными Волосами Играет В какую-то Игру Настолку В какую Настолку Они играют Охрен его Знают Их Оглушают И Мы Можем Заметить Что Они Играют В какие-то Шестигранные Фишки Что За Шестигранные Фишки Непонятно Но В один момент Мы можем С вами Увидеть Их Чуть-чуть Получше Можно попасть В этот момент Где мы Можем увидеть Чуть-чуть Получше Подожди А где Там же Мужика Еще Когда Глушат Тоже Будет Кадр Шестигранными Фишками Просто Я хотел Вам Именно Показать Эти Шестигран Вот Балин Не могу Попасть В этот Кадр Можно На девочке Остановиться Если что Если я Здесь Не смогу Уловить Кадр Вот Шестигранные Вот Эти Фишки Я В первоначале Сразу Подумал Что Это Связано Райты Сделали Отсылку На Наши Шестигранные Фишки Которые Мы Использовали Еще В 2012 11 13 Годах Сейчас Old School И свело У людей И они Назывались У нас Гвинты Либо Таланты Но Не Похоже Здесь Разные Цвета Здесь Выпуклости Как будто Как 3D Тогда Я начал Думать А на Что же Это Может Быть Похоже И Вспомнил Что У нас Есть Игра Под Названием TFT В Которые Как Раз Есть Аугментации А Одна Из Этих Аугментаций Прям Идеально Выглядит Как Там Империалы Которая Называлась Аугментация Она Прям Здесь В кадре Нам Попадает Вот Она Прям Здесь Стоит Ну И Соответственно Я Предполагаю Что Райты Просто Таким Образом Сделали Отсылку И У них Изначальный Цвет Чтобы Вы понимали Как раз Таки Тоже Такой Немножко Золотой Все Эти Ауги Какого Правда Сезона Здесь Ауги Непонятно И Где Карты Которыми Они Должны Вроде Как Играть Тоже Непонятно Но Возможно Это Райты Просто Использовали Ту Самую Символику А Игра У них Совершенно Другая Может Быть Популярно Среди Пилтоверовцев А возможно Я вообще Неправильно Все понял Вот Это Рычаги Из Алькатраса Алькатрас В общем Открывают Открывается Сначала Не та Дверь Как раз Как в шутку С фильмом Скала Шоном Коннери Потом Она Все рычаги Начнет Открывать Высвобождает Всех И здесь Нас Показывают Шестое Чувство Которое Есть У Амбессы Амбесса Припоминает Что девочка Была Которая Привела Севику Она была С синими волосами И даже Уже Подумывает О том Чтобы вернуться Назад Но Нас Переключает Назад К Джинкс Которая Приветствует Всех Говорит Я вас Всех Высвободила И этот Кадр Надо Отдельно Показать Я надеюсь За него Мне бан Не прилетит На канал На ютуб Джинкс Снимает Маску Видит Что все Молчат Она Выскочила Там Такая Крутая Говорит Это Я Я Ваша Героиня Я Вас Всех Спасла Типа Благодарите Меня Они Все Стоят И смотрят На нее Как На Мессию И Джинкс Не Понимает Че Все Ну Улыбнитесь Хотя Б После Этого К ней Подходит Один Из Освобожденных Одна Из Освобожденных И Протягивает К ней Руку И посмотрите Как Джинкс Будет Бояться Этого Всего Это Просто Потрясающе Придумано Нам Показывают Что Джинкс На самом Деле Хотела Хаоса Она Хотела Ей Было Плевать На Всех Этих Людей Откровенно Говоря Она Хотела Быть Просто Символом Хотела Играться И Дальше Да Она У нее Две Личности Внутри Это Павдор И Джинкс Но Та Которая Джинкс Она Реально Несет Хаос Ей Плевать На Все Она Как Джокер Но Здесь Для нее Происходит Такой Нереальный Символизм То Что Люди Ее Воспринимают Как Что То Поднебесное И Они Все Приносят Гигантскую Благодарность Миса Миса Кричат Ты Наша Мать Ты Нас Всех Спасла Все До Ни Дотрагиваться Руко Это Опять же Вы Понимаете Она Пришла Сюда Спасать Не Их Она Пришла Сюда Спасать Ишу Потому Что С Ишей Она Сблизилась Это Ее Подружка Ну Павдор Подружка А не Джинкс Джинкс Должна Стать Была Для нее Матерью Но Стать Таковой Она Не Смогла А Здесь Получается Совершенно Уже Другое И Она Создает Что Все Эти Люди Живы Благодаря Ей Даже Это Бабуся Которая В Первом Сезоне Сказала Что Джинкс Сошла С катуши Когда Она С Вай Общалась В Притоне И Вообще Джинкс Ее Можно Убивать А даже Здесь Она Протягивает К ней Руку Говорит Молодец Что Ты Нас Спасла Ну И Тут Происходит Дальше Крутой Кадр Она Хочет Возвращаться Назад Но Слышит Она Упустила Надо Возвращаться Назад И Проверить Что За Синие Волосы Она Там Видела Джинкс Начинает Искать Ребенка И В этот Момент Происходит Вот Этот Крутой Момент Она Услышала Что Едет Поезд Но Необычный Поезд Он Скрижетит И У него Поломана Дверь Понимая Там Бесса Что 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 Здесь Не Так И Вот Этот Вагончик Ролику Который Вышел Семь Лет Назад В котором Они Презентовали Новый Скин Точнее Реворк Варвика The Wrote Of Zaun В Wrote Zaun Я могу Его На самом Деле Весь Показать Это Давайте Звук Чуть Уберу Хотя Блин Тут Музыка Шикарная Даже Не знаю Стоит Ли Звук Убирать Музыка Здесь Шикарная Этот Вообще Ролик Один Из Выскочил Чудовище Которое Нам Долго Не Показывают Нам От Лица Одного Бандита Это Все Показывают Он Тут Убегает Добегает Как раз До Вагончика Прячется В нем Видит Что Что-то Зеленое Нападает На его Друга На Одного Из Хим Баронов Убивает Его И Сейчас Будет Шикарнейший Удар Бах Лапа Разрезает Стену Он Начинает Вагончик Уезжать Смотрит Что Все Он Поехал И Начинает Смотреть В другую Сторону И Видит Варвика Во всей Красе Который Убил Его Товарища Видимо Он И Товарищ И Мог бы Уйти Этот Человек Но Он Порезал Себе Руку Точно Так же Точно Ту И Дальше Он Прыгает Ну Сейчас Вы Увидите Шикарный Кадр Вау Райты Умели Делать Ролики Когда-то А Сейчас Только Один Сериал Но Это Как раз Таки Отсылка К тому Что Варвик Как он Забрался В этот Вагон Понимаете Это Как Ответ Как Он Забрался В этот Вагон Это Не Означает Что Что Я Вам Сейчас Показал Что Это Было Перед тем Как Варвик Забрался В этот Вагон Нет 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 Там Он За Занов Бандитами Гонялся Это Вообще Другая История Это Уже Когда Варвик Потеряет Полностью Себя Здесь Он Просто Нам Показывают Как Он Смог Забраться В этот Вагон А Скорее Сего Он Сделал Точно Так Как В прошлый Раз Просто Прорвался Через Эту Дверь Проломав Все Убив Всех Внутри И Сейчас Он Нападает На Амбесу Амбеса Готовится С ним Дуэлиться Но Варвик Ультует В нее Сейчас Покажет Нам Она Уже Готовая Но Варвик Ультанул И она Аж Прифигела От Этой Ульты Хорошо Что У нее QSS Был А то Был Погибла После Чего Джинкс Высвобождает Ишу Говорит Ты Опоздала Ты Вообще Всю Игру Пропустила Я Без Тебя Игралась Аиша Говорит Спасибо Типа Ну Не Говорит Она Не Умеет Разговаривать Мы знаем Что Она Нимая Она Просто Выскакивает На Джинкс И Благодарит И Нам Шикарный Кадр Показывают Сем Как Она Обнимает Джинкс А Джинкс К Не Опускается И Обнимает Е Точно Так Ж Потому Что Она Здесь Тоже Немножко Расплакалась Но Дальше Происходит Жесткое Синжит Понимает Что Что То Пошло Не Так И Запирает Сам Себя Этот Кадр Надо Отдельно Показать Синжит Так Опа Походу Варвик Приехал За мной И Закрывает Дверь Прячась Хотя Он Вроде Сам Создал Это Чудовище И Не Должен Прятаться Но Все Военные Видимо Пока Все Эти Синеволосые Убегали Поняли Местные Тюремщики Что Внизу Джинкс Спускается Туда Но При Этом Их Разворачивают Кое Что Другое Разворачивает Их Дверца Которая Открывается Из Нее Вылезает Варвик Саму Эту Битву Показывать Я буду Только По Некоторым Кадрам По Причине Того Что Битва Великолепна Здесь Кровь Кишки И Все Варвик На полную Катушку Убивает Всех Аниме Сериал Они Здесь Решили Показать Жесткий Но Но С точки Зрения Игры Лиги Легенд Или Пасхалок Здесь Только Будет Один Момент Который Я вам Покажу С точки Зрения Чего Еще Я должен Останавливаться Он Убивает Да Не на что Тут Останавливаться Тут Только Один Был Момент С самого Начала Давайте Ну Два Было Момента С самого Начала Момент Когда Варвик Выйдет Сюда Смотрите Сейчас Он Сюда Выскочит Покажешь Как он Выскочит Помнишь Что Покажут Как он Выскочит Да Он Выскакивает И Показывает Его Лапу На Переднем Кадре А Это Ребят Что Вы Понимали Картинка Варвика Его Основное Его Основная Картинка Варвика То есть У него Одна Лапа Как раз Таки Наполовину Хекстек Механическая И он Ее Обычно Ставит Спереди Сам Находится Позади Это Очень Качественно Здесь Райты Изобразили Ну И Следующая Раскадровка Джинкс Которая Наносит Выстрел И Вот Это Очень Важно Сейчас Опять Будет Теория Наверное Из Этих Теорий Вы Дислайки На Этих Видео И Ставите Где Джинкс Стреляет Из Своего Оружия Напомню Вам Что В Лиге Легенд У Джинкс Базока И Пулемет У нее Нет Пистолета Джинкс Беспистолетная Она Так Не Стреляет Но Здесь Происходит Выстрел Который Начинает Кидать Какую Непонятную Молнию Которая Задевает Как будто Как пассивку Накинула Какую Туда На Варвика И Его Немножко Даже Притормаживает И Это Ребят Очень Интересная Параллель С другим Роликом От Райт Геймс Где Есть Персонаж По Имени Зерри Которая Использует Пистолет И Она Показывает Символизм С двумя Пальцами Тот Самый Который Джинкс Которому Джинкс Обучала Ишу Но Цвет Глаз У них Разный Цвет Волос У них Разный И мы Кое-что Знаем Про Шестую Серию Так что Зерри Вряд ли Иша Но То что Это тоже Может быть Отсылка К тому Что Зерри С пистолетом Обладает Как раз Таки Вот этими Выстрелами С молниями Она пыталась Выстрелить Но не получилось Она там Дальше Пистолет Возьмет И начнет Стрелять Уже Из пистолета С молниями А Также Я вам напомню Какие навыки У Зерри У Зерри Есть рывки Через стену У нее есть Быстрое Передвижение При помощи Ее ульты Когда она Взрывается И сейчас В этом сражении Будем видеть Не Джинкс И мы будем Видеть Не Павдор Мы будем Видеть Именно Что Зерри Сначала Джинкс Отправляет Сех Говорит Убегайте Убегайте И там Как раз Кадр Будет Из этого Трейлера Из тизера Который Мы с вами Видели Ребенка С этой битвы В попытке Варвик Вот смотрите Варвик Добегает До Сейчас Будет Этот момент Вот Кадр Из тизера Варвик Добегает До Джинкс Но Джинкс Каким-то образом Сайдстеп Уворачивается От удара Варвика Чтобы вы понимали Джинкс Самый немобильный Адакерий В Лиге Легенд Она вообще Двигаться Не может Не прыгать Ни влево Ни влево Единственная Ее сила Это когда Она убивает От кого-то Она получает Скорость Передвижения И Рай Это обычно Все навыки Персонажей В этих битвах Используют Кроме Почему-то Джинкс А знаете Почему? Потому что Сейчас она Не использует Своё основное Оружие В сражении С Вай Она как раз Таки Это использовала Она и Ракетницей Стреляла И Бомбочки Использовала Все это было Но здесь Она почему-то Стреляет Из пистолета И когда Она из пистолета Она получила Как раз Все те навыки Которые были У Зери Возможно Оружие Делает Из нее Другого Персонажа Даже Цвет Ее выстрелов Видите Превращается В этот Оранжевый Тот самый Оранжевый Молния Ну а Так Она здесь Сражается Сражается Но Классная Раскадровка Где Варвик Кусает Ее И Нанося ей урон Побеждает Ее Ну то есть Она проиграла Она загнана В угол Произносит Она здесь Фразу Что ты меня Поймал Волосатик Так оно И было Но потом Добавляет Она фразу Что Но ты Все равно Не чита Маву А в русской Версии Это вообще Потеряли Я даже Не знаю Что они В русской Версии Сказали Ну-ка Давайте Посмотрим Как здесь Перевели В русской Версии Но Запомни Ты не Вонючка А ну да Они то же Самое Имя Использовали Но она Намекает Что ты Не тот Персонаж Который У нас Есть В карте 3 на 3 Правда Карты 3 на 3 Больше Не существует Попыталась Она взорвать Гранату Но не Получилось И вот Тут Происходит Тот Момент Почему Я Этому Эпизоду Поставил Только 8 8 с половиной Баллов Решайте Сами А не 10 Первый Балл Я выкинул За Странную Сцену С Рыжухой Сексуальную Сцену С Рыжухой И Кейтлин Потому что Это вообще Отношения Никак не развивались Просто нам Сказали Вот они Трахались Круто Молодцы Спасибо Райты Вот эта сцена Ребят Пробрала Меня До дрожи Когда я Смотрел Ее Но Я представляю Что Я даже Не представляю Тут Лучше Так Сказать Что Со мной Было Бы Как бы Я Пробрался До дрожи Если Б Мне Никто Не Сполерил Что Вандер Это Варвик Но Райты Сами Это Делали Они В течении Трех Лет Нам По сути Везде Говорили Что Вандер Не Умер Варвик Это И Есть Вандер Нам Показывали Кучу Моментов Где Синджет Собирает Варвика И Он Собирает Его Из Вандера Нам Это Все Показывали 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 И Эта Сцена Теряет Весь Свой Бум Эффект Который Вау Что Это Он Вы Понимаете Как эту Всю Сцену Видели Давайте Перемотаю Назад Мы Увидели Что Синджет Порезал Себе Руку Когда Его Взяли В Плен И Мы Бы Такие А Синджет Берут В плен Он Призывает Чудовище И Мы Все Такие Это Варвик Это Варвик Он Варвика Сделал Да Все Были Такие Пипец Круто А Те Кто Не Играли В За нами Скоро Придут И Сейчас Когда Началось Бы Это Сражение Мы Бы Не Видели Все Еще Лицо Варвика Долго Потому Что Он Быстро Нападает Кроме Вот Этого Одного Кадра Где Мы Увидели А Почему Это Чудовище Не Похоже На Варвика А Похоже На Что Другое Но Это Точно Варвик Да Да И Это Все Быстром Полусражение Шло Как-то Она Сейчас Спасется Там Может Вай Прибежит Или Севика Развернется Там С рукой Или Девочка Там Кинет Гранату Ну Все Ждали Бо Эффекта В последнюю Секунду Должны Спасти Человека Все Бы Это Ждали Но Тут Оказывается Что Это Был Был Варвик Который На Сам Деле Вандер То Варвик Унюхал Что Это Павдер Увидел Через Сердце Пульсирование Что Это И Потом Прознес Павдер И Вы Понимаете Как Мозг Взорвался У Всех Это Было Лучшее Просто В Аниме Мультики Мультипликационном Сериале Но Райты Все Просрали И За Это Я Ставлю Еще Минус Пол Балла Это Все Равно Сцена Которая Ух Там Чуть Не До Слез Тронуло Но Как Хотелось Увидеть Ее Заново Не Зная О Том Что Он Это Вот Вырезать Все Эти Сцены Которые Нам Показывали Там Четвертом Эпизоде В Шестом Эпизоде Первого Сезона В Первом Эпизоде Этого Сезона В Третьем Эпизоде Этого Сезона Все Это Вырезать И Потом Ух Ух Надеюсь Кто-то Именно Так Это И Смотрел Ребят Кто-то Так И Не Понял Что Вандер Это Варвик И Когда Варвик Сюда Прибежал Для Него Это Было Это Монстр Который Сейчас Убьет Джинкс Надо Чтоб Кто-то Ее Спас А Потом Погодите Это Вандер Надеюсь Такие Люди Были Еще На Планете Ребят И Я Им Реально Завидую Завидую За то Как Они Покайфовали С Не Только Там Второго Сезона А Еще Из Первого Тоже Это Просто Великолепно Да Кто-то Скажет Мало Все Балла Поставил Должен Был Девять С Половиной Этому Поставить Эпизоду Я Поставлю Девять С Половиной Если Рыжуха Не Просто Так Здесь Будет Если Вся Моя Теория Рыжуха Верна Ну Или Около Верна Или Что То Есть Своими Всеми Этими Вбросами Все Больше Больше Чего Сказать Даже Не знаю У меня Здесь Картинка Какая-то Была Не 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 Я Пытаюсь Вспомнить Что Еще Хотел Вам Показать Да Я Вроде Все Показал Да Единственное Про Ишу Я Как-то Может Сумбурно Рассказал Я Не думаю Что Это Иша Не Думаю Что Это Вырастет И Станет Ишей Использует Пистолет Больше Нет Ни Одного Совпадения Это Скорее Даже Похоже На То Что Будет Потом Подражатель Иши Или Подражатель Джинкс И Джинкс Даст Этот Пистолет Зерри Но Хотя У нас Нигде В лоре Не Сказано Про То Что Зерри И Джинкс Хоть Когда-то Пересекались И Знакомы Друг С Другом Вот И Все Ребят Ставьте Лайки Отвечаю По Мере Возможности А Некоторые Ваши Теории Даже Потом Здесь Показываю Кстати Одну Теорию Мы Обсудим С вами В следующем Как раз Таки Эпизоде Следующий Эпизод Скорее Все Запишу Завтра Потому Что Надо Чтобы Эмоционально Быть Готовым Второй Эпизод Обсудить Это Пока Что Лучший Второй Эпизод Второго Акта Второго Сезона Вы Поняли Короче Пятый Эпизод Это Лучший Пока Эпизод По Моему Мнению И Вот Все Ставьте Лайки Подписывайтесь На канал Чтобы Ничего Не пропускать Бэби Джинкс Иша Пока Пока